СОЮЗОНЛАЙН СОЮЗОНЛАЙН Глеб Палиинский. Глеб, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Трагедия в Петербурге не оставила равнодушных. И, конечно же, церковь не может стоять в стороне, находиться вне этой трагедии. И о том, какую помощь оказывает церковь, о служении, мы беседуем с настоятельным Спасопреображенского собора, председателем отдела по социальному служению Санкт-Петербургской епархии, протереем Николаем Брыдином. Здравствуйте, отче. Здравствуйте. Насколько вообще сейчас, вчера уже и сегодня, как оказывается помощь пострадавшим? Ну, как только вчера стали поступать первые известия о случившемся, сразу же я связался с заместителем главы управления МЧС Беречком Владимиром Ивановичем, с председателем комитета по социальной политике города Санкт-Петербурга, Женьковым Александром Николаевичем и председателем комитета здравоохранения по городу Санкт-Петербурга Клобутим Валерий Михайловичем. Установив вот эти вот связи, мы получили уже информацию, уточняющую по количеству пострадавшим и их распределению по больницам города. Мы по возможности сразу же постарались организовать духовенство, чтобы они прибыли в те места, куда были доставлены потерпевшие в этой страшной трагедии. Для чего? Ведь когда попадает человек в трудную жизненную ситуацию, как не теракт, трагедия, страшная трагедия, как ее не назвать такой сложной жизненной ситуацией, человеку нужна поддержка, доброе слово, участие. И вот церковь, она в лице священнослужителей, которые прибыли в эти медицинские учреждения и привил вот это участие к тем людям, которые попали вот в метро, вот в этот теракт. И, конечно же, не только духовную поддержку, не только психологическую поддержку сегодня оказывают священнослужители, ну и все верующие люди, которые сострадают тем людям, которые оказались там, в метро, в этот час страшный. Но и мы, конечно же, готовы оказать материальную поддержку, если такова понадобится, и пострадавшим, и их сродникам. И также, конечно же, по благословению владыки, по благословению владыки, служат во всех храмах нашей пархи Санкт-Петербургской сегодня панихиды, литии, и будут также служить на протяжении, я думаю, всех дней до 40 дней почивших, которые погибли в этой страшной трагедии. Также надо отметить, что буквально через полчаса после случившегося, сразу же и на меня вышел владыка в Арсенове, который в этот момент находился в Москве, и владыка Пантелеймон, также который возглавляет синодальный отдел по церковному благотворительству, и предложил владыка Пантелеймону также помощь, содействие, поддержки этих людей, и, если потребуется, и духовная, и материальная поддержка этих людей. – Отче, вот в некоторых больницах у нас есть молельные комнаты, часовни, во всех ли больницах есть такие, и есть ли у вас возможность у людей, которые сейчас находятся там, куда-то прийти и помолиться? – Совершенно верно. По благословению владыки в Арсенове, в 2015 году практически все медицинские учреждения были закреплены за ближайшими приходами. На сегодняшний день у нас в 100 больниц в городе, в 50 из этих больниц находятся или молебные комнаты, или часовни, или домовые храмы. В остальных 50 ведется работа по устройству таких мест, но все больницы у нас окормляются духовно священнослужителем нашей парки. И надо отметить, что вот 4 больницы поступили пострадавшие, это Дженни Лидзе, НИИ, скорой помощи, которая окормляет у нас отец Владистав, у нас Антонов, также военно-медицинскую академию, которая у нас окормляет клирика благочиния Калининского, это Ирия Федора Кузнецова, также это Рахуса, детская больница, куда поступила девочка, единственный ребенок, оказавшись в этой страшной трагедии, сломавший ногу, и также там у нас, также находится в этой больнице домовой храм. И у нас 26-ю больницу, где несет свое служение протерей Евгений Горячек. Вот сегодня мы начнем объезд вот этих медицинских учреждений, где находятся пострадавшие. Я хотел бы объехать эти учреждения, посмотреть, где, может быть, нужна еще какая-то помощь, и по возможности оказать эту помощь. Вот во всех этих учреждениях находятся священнослужители, которые там будут находиться и в то время, которое потребуется. Вот и надо, и день, надо, и ночь, если в этом будет нужда и необходимость. Отче, еще вопрос по тем людям, которые, волонтеры или люди, которые хотят помочь социальному отделу нашей епархии. Куда им можно обратиться? Им можно обратиться в любой храм Санкт-Петербургской епархии. В любом храме готовы будут принять и помощь, и пожертвования для людей, оказавшихся в этой ситуации. Также помощь у нас принимается непосредственно в епархиальном управлении. Это у нас Терской набережной, дом 1. И в 75-м кабинете, это непосредственно кабинет, где располагается епархиальный отдел по цирковному боготворению социального служения. Там находятся люди, и секретарь отдела, и сотрудники отдела, которые, конечно, с удовольствием примут помощь, если такова будет. И мы и вчера уже объявляли, и сегодня объявляем о том, что мы готовы принять эту помощь, и распределить ее тем, кому она необходима на сегодняшний день. Ну и последний вопрос. Как вам кажется, пройдет время, и через, может быть, 10, 20, 30 дней люди, может быть, окажутся в том положении, когда им потребуется помощь уже вне больницы, вне вот таких специальных мест. Они окажутся дома. Будет ли церковь следить за этим и продолжать помогать этим людям и дальше? Конечно же, в структуре нашего отдела епархиального есть координационный центр, который и носит название «Координационный центр по помощи людям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях». Мы готовы оказать помощь. Практически ежедневно обращаются люди в епархиальном управлении, в наш отдел. И ни один человек, который обратился бы в отдел, не уходит с пустыми руками. Мы всегда стараемся оказывать такую помощь. И, конечно же, вся епархия наша нас переживает с учившимся. Любой приход нашей епархии, любой священный служитель, любой верующий человек, конечно, не остался безразличным этой ситуации. И все верующие люди нашей епархии, они готовы, конечно же, проявить любовь, внимание, участие тем людям, которые оказались вот в этот час, в этом месте, в этой страшной трагедии. В любом формате. Будь то духовная поддержка, будь то материальная поддержка. И не в зависимости, сколько бы времени прошло, 10, 20, 30, 40 дней. Так или иначе, мы живем в этом городе. Мы стараемся быть небезразличны к боли людей, которые живут в этом городе. Какая бы боли ни была, и вследствие чему бы эта боль ни являлась. Но так или иначе, верующий человек следует за Господом нашим, старается деятельно исполнять заповедь Господа нашего Иисуса Христа о любви к ближнему. Наверное, это так. Спасибо большое, отец Николай, за ваши подробные ответы на наши вопросы. Мы прощаемся с вами. И в следующем нашем включении мы продолжим следить за ситуацией, которая сейчас складывается в Петербурге. С вами была съемочная группа из Петербурга, Станислав Михайлов, Глеб Ильинский. Оставайтесь с нами. До свидания. Продолжение следует...